Друзья, сейчас я нахожусь на одной из самых известных площадей города, площади 1 мая. Интересно, а как здесь все выглядело 100 лет тому назад? Гуляешь так по городу, любуясь историческими постройками, и сожалеешь, что машину времени так и не изобрели. А как хорошо, что придумали систему виртуальной реальности. Надеваешь шлем и оказываешься так, к примеру, в 1910 году. Представляете? А это и есть шлем виртуальной реальности, который сейчас перенесет меня на 100 лет назад. Какая была Казань 111 лет назад? Это очень интересно, но мы все видели наш город только по черно-белым фотографиям. Согласитесь, не так много. Группа энтузиазмов собрала археологов, историков, архитекторов, реставраторов, специалистов по VR, программированию, визуализации. Они работали, нашли и обработали около 3000 фотографий для того, чтобы восстановить три старейшие площади Казани. Исторически достоверно и очень детализировано. Это очень была серьезная, объемная работа, в том числе по поиску архивных фотографий. В этом еще было тоже дело. Потому что не так-то и просто найти фотографии, не так-то и просто найти фотографии одного места, одной площади, одной локации. Но не так-то и просто найти эти фотографии одной площади и еще и одного года за одно время. Потому что город и мир, как известно, очень быстро меняются. После того, как был собран и проанализирован архив, нужно было восстановить здания, модели, которые мы отрисовывали в точность до одного сантиметра по фундаменту. Для того, чтобы они стояли между собой точно, мы использовали лазерный сканер, отсканировали площади для того, чтобы понять все размеры тех зданий, которые все еще стоят, и нужно было соотнести модели зданий, которые мы отрисовали заново, с теми, которые стоят по фотографиям. Для того, чтобы восстановить площади в том виде, в котором они сейчас восстановлены, нужно было проделать, конечно, огромную работу, которая заключалась даже не в том, чтобы это все проанализировать, но в том, чтобы, например, восстановить цвет, потому что наша экскурсия не черно-белой фотографии, просто не вот вы прям надеваете очки и смотрите, ага, вот фотография, вот как сейчас, вот фотография. Так мы и так видим. Там все цветное и объемное, в полном погружении. И для того, чтобы восстановить цвет, например, нужно было искать текстовое описание улиц, нужно было искать живописные работы для того, чтобы, например, если мы посмотрим прямо сейчас на этот баннер, видим шрифты. Их нет в цифровом виде. Ни одного старого шрифта нет отрисованного. Каждую вывеску приходилось отрисовать, арт-директор отрисовывал от руки, чтобы восстановить этот шрифт, потому что шрифт тоже очень много говорит об столетии. На самом деле про детали очень интересно рассказывать. Даже, например, вы, когда будете прогуливаться по площади, вы увидите канавки, поребрики, провода, потому что даже вот для таких, казалось бы, простых вещей нужно было изучать схему электрификации города за 1910 год, потому что между столбами, для трамваев, все это было проведено. Их достаточно было много. Вы удивитесь, удивитесь, как на площади 1 мая было много проводов. Мы, конечно, надеемся, что проект будет расти. На самом деле мы сейчас этот проект представляем в двух видах. Он у нас работает как экспозиция в Национальном музее, где вы можете купить билет и прогуляться по этой площади. Но кроме того, я и наша команда очень неравнодушны, к детям, потому что мне всегда кажется, что детям нужно рассказывать больше истории. Но это не преподносить как-то скучно, однообразно. А всегда, я думаю, что нужно, чтобы был интерактив, игра, чтобы были высокие технологии в этом задействованы. И мы разработали специальную программу, такой интерактивный исторический VR-урок, когда для школьных классов мы проводим сначала интерактивные задания по тому, как мы вспоминаем, как эти площади выглядят сейчас. Потом ребята гуляют по площади уже в виртуальных очках, а потом у нас закрепление знаний с кроссвордами, с подарками, со стикерами за ответы. Казалось бы, мы рассказываем про историю родного города, а на самом деле для ребят это игра, после которой они выходят и понимают, что они знают, что им есть, что рассказать, гостям, которые приедут к ним из другого города. Они понимают, куда они их поведут, что они им расскажут, они знают, куда пойти гулять. Это очень важно, чтобы дети не всегда проводили в торговом центре, понимаете, свое время. На самом деле у проекта есть очень много путей развития, и мы, конечно, мечтаем все это скорее воплотить в жизнь. Мы, конечно же, рассматриваем VR-очки как инструмент такой машины времени. Даже сейчас мы уже отсняли панорамную съемку Казани, как она выглядит сейчас, для того, чтобы во время вашего путешествия по площади Старой Казани вы могли в любой момент нажать на кнопку на контроллере и сравнить, ага, а это здание осталось, а это окно, смотрите, а балкон-то исчез, а нет, а вот тут, вот ковка там оригинальная. А достаточно материала и фотографий, чтобы сделать такую масштабную работу? Это непростой вопрос поиска материалов, но я думаю, было бы желание найти возможности, найти способы. Это возможно. Я уверена, что наша команда очень талантливых, гениальных, я бы даже сказала во многих вопросах, ребят, мы много что сможем. Я тоже совершила виртуальную прогулку по Казани 1910 года. На моем лице еще остались следы от очков виртуальной реальности. Каково это очутиться в родном городе вековой давности? Одним словом, это восторг. Столько удивительных построек сооружений с невероятной архитектурой. Так хотелось разуться, пробежаться по мостовой, подойти погладить лошадей, прокатиться на трамвайчике, заглянуть в магазинчики, что на Рыбно-Рядской площади. Ребята, всем настоятельно рекомендую, вы должны пройти эту экскурсию и окунуться в атмосферу города начала 20 века.